Добрый день, дорогие ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Настроимся на хорошую работу. Проведём словарную работу. Отгадайте загадку. Гуляет в поле, да не конь. Летает на воле, да не птица. Фурчит, рчит, ветки ломает, пыль поднимает. Что это такое? Это ветер. Запишите слово. Поставьте ударение в слове. Написание какой буквы надо запомнить. Почему? Как называются слова, написание которых надо запомнить? Правильно, это словарные слова. Как проверить безударную гласную в слове? Правильно, поставить её под ударение. Подчеркните в слове ветер ошибка опасные буквы. Поставьте ударение. Подберите однокоренные слова. Ветер, ветерок, ветерочек, ветреный, ветряная и ветряная, например, мельница. Разберите слова по составу. Выделите корень. Что нужно помнить при записи однокоренных слов? Конечно, в однокоренных словах корень пишется одинаково. Перед нами проблемная ситуация. Осень. Дует холодный ветер. Холодный. Идут дожди. Это несколько выражений. Исследуйте и докажите, какие из данных примеров являются предложениями. Проверьте себя. Что называется предложение? Предложение – это законченная мысль. В предложении слова связаны между собой по смыслу. На какие группы мы можем разделить предложение? На распространённое и нераспространённое. Найдите подлежащее и сказуемое в первом, втором и в четвёртом предложениях. Третье выражение – не предложение. Докажем это. Первое. Предложение состоит только из одного главного члена. Второе. Состоит из главных и второстепенных членов. Третье выражение состоит только из второстепенных членов. И четвёртое выражение состоит только из главных. Вспоминаем. То, что мы знаем. Подлежащее и сказуемое – это грамматическая основа предложения. Давайте вспомним. Из каких членов предложения может состоять само предложение? Предложение может состоять из одного главного члена, подлежащего. Из одного главного члена, сказуемого, может состоять только из главных членов, подлежащего и сказуемого. Состоит из главных и второстепенных членов. Какой же можно сделать вывод? Предложение может состоять из главных и второстепенных членов или только из главных. Только из второстепенных членов предложения состоять не может. Вот почему подлежащего и сказуемого называют главными, а другие – второстепенными членами. Нужны ли второстепенные члены предложения в нашей речи? Я думаю, нужны. Второстепенные члены предложения помогают более точно о чём-то рассказать. Иначе наша речь была бы бедной, скучной, некрасивой. Второстепенные члены не только распространяют главные и второстепенные члены предложения, Они поясняют предмет, уточняют, расширяют, делают информацию более понятной. Одним словом, делают нашу речь красивой, разнообразной и богатой. Итак, тема нашего урока – второстепенные члены предложения. Мы узнаем, что такое дополнение, определение и обстоятельства. Будем тренироваться употреблять дополнение, определение и обстоятельства в устной и письменной речи. Рассмотрим текст. Наступила осень, дует холодный ветер, солнце не греет, птицы сидят. В тексте предложения состоят только из главных членов. Главных членов достаточно, чтобы понять смысл предложения. А теперь сравним первоначальный текст с вторым вариантом. Наступила поздняя осень. Часто дует холодный ветер. Ни яркое осеннее солнце не греет. Грустные птицы сидят на ветках. Мы дополнили каждое предложение в тексте новыми словами. Мы видим, что эти слова украсили текст. Он стал более выразительным, ярким, полным. Хотя смысл его не изменился. Вспоминаем. Слова, которые мы добавили, тоже являются членами предложения. Это второстепенные члены предложения. Как и у главных членов предложения, у второстепенных тоже есть свои имена. Второстепенные члены предложения тесно связаны с главными членами, но также могут быть связаны и с другими второстепенными членами предложения. Наступила золотая осень. Обозначим орфограммы. Найдём в предложении главные члены. О чём говорится в предложении? Об осени. Что? Осень. Это будет подлежащее. Что говорится об осени? Осень что сделала? Наступила. Наступила. Это сказуемое. Осталось слово золотая. Задаём к нему вопрос от слова «осень» от подлежащего. Осень какая золотая? Здесь второстепенный член золотая относится к подлежащему. Что обозначает слово? Какой частью речи является? Второстепенный член предложения, который объясняет подлежащее или другой второстепенный член предложения, обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой», «какая», «какие», «какое», «чей», «чья», «чьё» называется определением. Выражается именем прилагательным. Предложение подчёркивается волнистой линией. Запишите предложение. Идёт мелкий дождь. Обозначьте орфограммы. Найдите в предложении главные и второстепенные члены. Подчеркните их. Подчеркните их. Обозначьте, какой частью речи выражены слова в предложении. Рассмотрим следующее предложение. Часто дует холодный ветер. Обозначим орфограммы. Найдём в предложении главные члены и уже знакомый второстепенный член определения, который связан с подлежащим. Осталось слово «часто». Задаем к нему вопрос от сказуемого. Дует как? Часто. Что обозначает этот член предложения? Какой частью речи является? Это второстепенный член предложения, который обозначает признак действия, способ и место действия. Отвечает на вопросы «как», «куда», «где», «откуда», «каким образом», «когда». И называется он «обстоятельством». В предложении обстоятельство выражено наречием или именем существительным. Подчёркиваем точка пунктира. Запишите в тетради предложение. Запишите в тетради предложение. Главные и второстепенные члены. Подчеркните их. Обозначьте связь слов в предложении, соединив слова стрелочками, написав наверху вопрос. Рассмотрим следующее предложение. Золотые листья сыплются дождём. Обозначим орфограммы. Найдите в предложении главные и второстепенные члены, с которыми мы уже знакомы. Осталось слово «дождём». Задаем к нему вопрос от сказуемого. «Сыплются чем? Дождём». Что обозначает этот член предложения и какой частью речи является? Второстепенный член предложения, который обозначает предмет и отвечает на вопросы косвенных предложений, «Падежей». Это кого, чего, с кем, с чем, зачем, в чём, кому, чему называется дополнением. В предложении дополнение выражено именем существительным. Подчёркиваем его пунктиром. Запишите предложение. Сухая трава покрылась инеем. Обозначьте орфограммы. Найдите в предложении главные и второстепенные члены. Подчеркните их. Обозначьте связь слов в предложении. Рассмотрим ещё один тип предложений, в котором второстепенный член может дополнять другой второстепенный член предложения. Солнечные лучи осветили лесную полянку. Что? Лучи. Что сделали? Осветили. Лучи какие? Солнечные. Осветили что? Полянку. И полянку какую? Лесную. Второстепенный член лесную относится к второстепенному члену полянку. Сделаем вывод. Все члены предложения, кроме главных, называются второстепенными. Они помогают более полно и точно выразить мысль, описать события, явления и предметы. Одним словом делают нашу речь красивой, разнообразной и богатой. Второстепенные члены поясняют как главные члены предложения, так и другие второстепенные члены и могут быть выражены словами любой части речи. Самостоятельно составьте распространенное предложение на тему осень, школа, семья. Обозначьте в нем члены предложения. Покажите стрелочками связь слов в предложении. И в заключении урока повторим, что мы знаем об определении, дополнении, обстоятельстве. Ребята, как вы думаете, так ли уж необходима эта тема? Ответьте для себя на этот вопрос. Я благодарю вас за плодотворную работу. Вы молодцы! До свидания! До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok